Итак, 338 серия. Участок Владивосток, Крым. Попробую ответить на комментарии, потому что в предыдущей серии был основной комментарий салона автомобиля. Я не стал его прерывать. Значит, возникли у меня проблемы. Первоначально с видеоредактором, не буду обеспять, но серьезные проблемы были. Обратился в техподдержку, но там слишком алчные ребята. Поэтому пока обхожусь своими силами. Затем начались проблемы с закачкой интернет. YouTube-канал, в частности, когда почти загруженное видео вдруг сбрасывалось и приходилось заново. То есть теряешь 4 часа на это. Потом возникли проблемы с видеоплеером, который помогал мне как-то оживить видео. Картинка в видеоплеер загружается, но почему-то трек на карте не отражается. В общем, проблема на проблеме и постоянно напряжение на нервах. Приходится вот в таком состоянии обрабатывать видео. Плюс весенние, как ее называть, даже не знаю. Это ежегодно такое случается. Это простуда постоянная. Непонятно, аллергия что ли. И когда начинают вопросы поступать в комментариях, заставляющие перебрасываться на 20, на 30, на 100, на 150 серий назад, это, конечно, раздражает и сбивает с ритма, сбивает с толку. Поэтому на такие комментарии я отвечать не буду. Значит, теперь по существу поступающих комментариев. Так, Владимир М.М. написал, «Неплохо бы, чтобы со временем ваши видео обросли комментариями об интересных местах, достопримечательностях. Не сразу. Нужно по чем-то. И получится что-то вроде уникального путеводителя. Сам попробую». Так, Владимир, отвечаю. Сейчас я уверен, что улыбнется Елена Ешенина, которая говорит, что я по 10 раз повторяю одно и то же. В начале видео я еще сказал, что желательно знатоки мест, через которые будет проходить маршрут, оставляли свою информацию об этих местах, которые я не знаю. Вот, по примеру, Елена Ешенина, которая знаток Карелии, очень подробно, интересно и увлекательно об этом крае рассказывает. Я уже об этом говорил 9 раз, он повторял 10 раз. Я такое только приветствую, чтобы информация была интересна, чтобы людям было интересно читать, познавательно. Ну, вот в таком духе. Сергей Трошин иногда пишет комментарии по существу, я их приветствую. Это 383 серий, 382 серий. И побольше таких комментариев, которые, информацию, которую, ну, трудно найти или невозможно найти в интернете. Я думаю, люди, кто будет смотреть и воспользоваться, будут вам только благодарны. Так, Елена Ешенина благодарит за возможность увидеть такую живописную дорогу. Да не вопрос, нет проблем. Ради Бога. Так, что ещё хотел сказать? Интересный комментарий прислал с кетос-ка на английском языке. Я, как владеющий в совершенстве английским языком, при помощи Яндекс-переводчика, прочитал. Он пишет, кто-нибудь переводил на английский? Мы видим это видео не только в России, но и в других странах. Ну, и я, как знаток английского языка, моментально ему ответил, что только на русском языке. Если кто знает английский, пожалуйста, пишите в комментариях на английском языке. Пусть люди посмотрят Россию вот хотя бы в таком варианте, который предлагаю я. Так, ну всё вроде бы. Смотрите спокойно дальше. НОВИДЕСЯ ВЕСЕЛАЦИЯ ВЕСЕЛАЦИЯ Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...